Выпускница Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Елизавета Плотникова разработала проект создания генного препарата для превентивной и патологической терапии ишемии и реперфузии в нервной ткани. Он направлен на создание препарата против ишемии и реперфузии на основе аденоассоциированного вируса, который будет доставлять сразу два гена. Задача этих генов поддерживать нейронные и эндотелиальные клетки, страдающие при проведении операций головного и спинного мозга. Он может быть использован как превентивное средство перед операционными манипуляциями и так и после, то есть как борьба с патологическими состояниями, вызванными к пресс после операции, то есть как при терапии, например, вот этого синдрома ишемии и реперфузии. У нас есть разработана конструкция, которая уже работает, то есть куда мы будем вставлять терапевтические гены для лечения синдрома ишемии и реперфузии, которая как раз таки и необходима для создания генового препарата. Синдром ишемии и реперфузии является собирательным понятием, которое объединяет различные патологические состояния, развивающиеся на фоне восстановления естественного, правильного кровообращения в органе или в части конечности, длительное время подвергающимся ишемии или травматической ампутации. Врачи интенсивной терапии часто встречаются с данным заболеванием после восстановления кровоснабжения у больных с нарушениями кровотока. Частота критической ишемии нижней конечности колеблется от 400 до 1000 случаев на 1 миллион населения. Именно поэтому решение о создании данного препарата вызвало большой интерес у Елизаветы. По словам девушки, в настоящее время не существует универсального, признанного и высокоэффективного лекарственного средства, способного предотвратить или минимизировать патологические последствия синдрома. На данном этапе единственный препарат, который не локсимидаза, он сейчас проходит в третью фазу клинических испытаний. И на данный момент прямо в клинической практике препаратов, которые направлены на ишемию и реперфузию, нет. То есть используют, например, антиоксиданты. То есть это просто препараты, которые могут быть использованы и при других болезнях. То есть, например, препарат был разработан при подагре, а его используют при ишемии и реперфузии, потому что он оказывает какой-то положительный эффект. То есть именно препаратов, которые направлены на данное состояние, их нет. Отметим, что свой проект создания генового препарата для привнитивной и патологической терапии ишемии и реперфузии в нервной ткани, молодой ученый отправляла на участие в конкурсе студенческий стартап, где выиграла грант на реализацию препарата. Проект был представлен в направлении медицины и технологии здоровья сбережения, и идея его создания зародилась уже давно. Как отмечает сама Елизавета, решение об участии в стартапе она приняла совместно со своим научным руководителем, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Татьяны Агеевой. Плотникова сразу поняла, что ее проект пройдет дальше, поэтому во время защиты работы точно отвечала на вопросы членов жюри. И хотя большая часть работы уже проделана, впереди ждут новые серьезные этапы. Мы были заинтересованы в разработке препаратов против синдрома Ишемири-Пархузии и до студенческого стартапа, но студенческий стартап он как бы помогает реализовать и финансировать данный проект. То есть поэтому все ключевые разработки будут вестись за счет финансирования студенческого стартапа. После победы на конкурсе Елизавета Плотникова планирует дальше заниматься развитием проекта. Впереди этап создания препарата, всевозможные тесты и оформление патента. Важно, что в результате реализации проекта может быть разработан новый, высокоэффективный препарат для борьбы с патологическими последствиями синдрома Ишемири-Пархузии. Его удастся применить как превентивное средство перед хирургическими операциями и как средство патогенетической терапии для ускорения функционального восстановления после операционного вмешательства. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.